Добрый день, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию очередную видеоработу, в которой речь пойдет о Евгении Леонове, советском и российском актере театра и кино, народном артисте СССР. Евгений Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве. Отец работал инженером на авиазаводе, мать была домохозяйкой, Евгений был вторым ребенком в семье, брат Николай был старше его на два года. В 1934-1941 годах Евгений учился в московской средней школе. Еще в четвертом классе его заметил режиссер, который подыскивал самого смешного, пухлого мальчишку для съемок в фильме. Леонов был приглашен на студию, но в последний момент то ли родители не пустили, то ли испугался, застеснялся и в картине участия не принял. В пятом классе записался в школьный драмкружок. Когда началась война, окончил только седьмой класс. По совету родителей устроился учеником токаря на авиазавод, на котором работал его отец. Во время войны там работала вся семья Леоновых. Осенью 1943 года Евгений Леонов поступил в авиационный приборостроительный техникум имени Орджоникидзе, участвовал в художественной самодеятельности. На третьем курсе ушел из техникума и поступил на драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии при Московской областной филармонии. В 1947 году окончил студию и был принят в Московский театр Дзержинского района. С 1948 года выступал на сцене Московского драматического театра имени Станиславского. С 1968 года — актер Московского театра Маяковского. В начале 70-х у него возникли разногласия с художественным руководителем театра и в 1974 году перешел в театр Ленинского комсомола Ленком, который незадолго перед тем возглавил Марк Захаров. Евгений Леонов с 1948 года начал сниматься в кино. Добродушный внешний вид, улыбчивость и жизнерадостность наряду с ярким комедийным дарованием обеспечили Леонову широкое признание самых первых, еще небольших ролей в театре и кино. Популярность приобрел после выхода на экраны фильма «Полосатый рейс», актер отличался непосредственностью и простодушной открытостью, был наделен и самобытным драматическим дарованием. Леонов очень органично перевоплощался в своих многочисленных приятных и привлекательных героев. Даже когда актер играл не таких уж положительных персонажей, которые не были лишены трусости или склонности к мошенничеству и авантюризму, дело Румянцева, гори, гори, моя звезда в совсем пропащей, обыкновенное чудо, его персонажи вызывали симпатию зрителей. Незаурядный драматический талант актера раскрылся впервые в роли казака Якова Шибалка в картине «Донская повесть». Привычные комедийные характеры Леонова наполняются трагикомическими красками в фильмах «Тридцать три», «Зигзаг удачи», «Карусель», «Женитьба», «Отпуск в сентябре». Некоторые неоднозначные роли Леонова создаются с учетом ожиданий публики, но все же вопреки им в фильмах «Афоне», «Осенний марафон», «Слезы капали и киндзад за Георгия Данелии», для которого актер был своеобразным талисманом в течение почти 20 лет. Трагикомизм образов Леонова в картине «Легенда Атиле», «Старший сын» и «О бедном гусаре» замолвите слово приобретает, по сути, подлинно драматическое и даже трагичное измерение. Вообще лишены комизма роли в лентах «Белорусский вокзал», «Премия», и это все о нем. Особой любовью многих поколений зрителей пользовалась его работа по озвучиванию анимационных фильмов, прежде всего роли Винни-Пуха в серии мультипликационных лент. Супруга Ванда Владимировна Леонова училась в музыкально-педагогическом училище в Свердловске, закончила театроведческое отделение ГИТИСа. Евгений Леонов познакомился с ней на гастролях в Свердловске в 1957 году, много лет работала в литературной части театра «Ленком». Сын Андрей — актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. В 1988 году во время гастролей в Германии в результате обширного инфаркта Евгений Леонов пережил клиническую смерть и перенес экстренную операцию коронарного шунтирования, вернулся к актерской деятельности через четыре месяца. Скончался 29 января 1994 года, на 68-м году жизни, собираясь на спектакль «Поминальная молитва». Лауреат Государственной премии СССР за исполнение роли Василия Потапова в фильме «Премия». Премии Ленинского комсомола за исполнение роли Прохорова в сериале «И это все о нем». Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли Василия Харитонова в фильме «Осенний марафон». Получил приз «Серебряный павлин» на третьем международном кинофестивале в Нью-Деле Индия, фильм «Донская повесть». Дорогие друзья, большое спасибо за внимание к моим работам, за ваши лайки и комментарии. Желаю вам в жизни только позитива, счастья, удачи и поддержки близких. До встречи.